Правоохранительные органы заинтересовались работой комплекса «Веселый Роджер». Помимо незаконно построенной гостиницы на территории пляжа, здесь, по словам следователей, за лето утонуло немало людей. Почему комплекс до сих пор открыт для отдыхающих, выяснял Дмитрий Зайцев. Это кадры, снятые мобильным телефоном на одной из вечеринок в спортивно-оздоровительном комплексе «Веселый Роджер». Так называемые «опен-эры» на этой площадке проходят регулярно. Сотни молодых людей приезжают сюда специально, чтобы весело отдохнуть. Однако с отдыха возвращаются далеко не все. Таким количеством утопленников в этом году на территории Роджера шокированы даже представители правоохранительных органов. Все жертвы были в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Поступило сообщение, что утонул гражданин. Сотрудники МЧС выехали на место, водолаз погрузился и извлек тело человека, утонувшего. Однако те люди, которые заявили, когда увидели это тело, сообщили, что это совсем не тот гражданин. То есть это не их знакомый, не их товарищ утонувший. Водолаз еще раз погрузился и нашел в том же самом месте тело уже их товарища. Официально оборудованных по всем правилам пляжей в городской черте Саратов-Энгельс всего два. Однако гости в загородном клубе могут искупаться без всяких преград. За тем, кто вошел в воду, здесь никто не следит. По документам песчаный клочок всего лишь солярий. Поэтому, когда человек тонет в Роджере, уголовное дело не заводят. Состава преступления нет, ведь жертва сама полезла в воду. Почему у вас доступ закрыт? Почему у нас доступ свободен? Почему вы требуете деньги тогда? У нас бесплатный доступ в Российской Федерации к любому водоему. Вот у нас есть вход на территорию. Я понимаю, но у вас противоречит ваше правило федеральному закону, водному кодексу. Вы понимаете, что вы не можете приказать любому гражданину подойти к воде и искупаться? Ну, закон, знаете ли? Судя по прескуранту, гости заведения платят за доступ к воде, хотя законодательно это считается грубым нарушением водного кодекса. Каких-либо препятствий к водоемам быть не должно. Совсем недавно прокуратура города Энгельса выявила еще одно нарушение на территории Веселого Роджера. Гостиница, которая была построена на участке оздоровительного комплекса, работает без каких-либо разрешительных документов. Сейчас сотрудниками надзорного органа решается судьба незаконной постройки.